Здравствуйте! Сегодня у нас продажа Subaru Forester 2021 модельный год, комплектация премиум, привезена из США, была еще заказана до войны. Повреждение было незначительное, передний левый угол, я сегодня все расскажу, безопасность родная, в общем, стекла все родные, много хорошего и приятного. Пробег всего 12 тысяч километров. Поехали! Вкратце, под капотом здесь двигатель 2.5 с непосредственным впрыском, в городском режиме, в среднем, вот у меня на них получается расход в районе 9 литров, 9.2 там, вот плюс-минус и так. Не первая машина, на которой мы так попробовали, поездили. Вариатор, все надежно, пробег 12 тысяч километров, что тут говорить. По повреждению здесь не страдало, в принципе, ничего менялось, только фара, крыло, бампер и капот, все ставилось оригинал, новый. Усилитель бампера даже не трогался, вот это, по-моему, ресничка поменялась, какие-то мелочи, безопасность тоже вся родная. Под капотка, по сути, не страдала, здесь все very well. По комплекту у нас такие вот лид-фары, стекла все родные. Бесключевой сенсорный доступ, зеркала с подогревами и с мониторами слепых зон, они здесь расположены, вот в этой части зеркала. Более такая, скажем, практичная, новая, современная тема, вот они вот так вот находятся. Таким образом, кстати, дешевле стоит само стекло зеркало в случае разбивания, потому что не надо там делать вот эту подсветку. Далее, оп, SRH, это у нас повороты фар при повороте руля, электропривод багажника, память багажника, яркость щитка приборов, система старт-стоп и вот, собственно, мониторы слепых зон. Дальше, у нас здесь управление мультимедией, hands-free, бортовой компьютер, датчик света противотуманки, кожаный руль, кожа на корму. Есть два режима, автомобиль подстраивается, тут есть либо спорт режим, либо интелледженс режим, он делает, подстраивается под вашу манеру поведения и ездит в том стиле, в котором вы водите. Он тогда становится более экономичным и оптимальным для вас, ну, либо более агрессивный. Адаптивный круиз-контроль, система ISI здесь получается, субаровская, вот мы если ее включаем. Это, кстати, подруливание по полосам тоже помогает, то, что нам следить. Мы круиз включаем, выстраиваем здесь дальность до впереди ведущего автомобиля. Также дублируется это на этом мониторе, вот на таком уже цифровом. В 19-м году они еще были обычные такие пиксельные. Зеркало с автозатемнением, с компасом. Здесь принудительно отключаются системы защиты от столкновения, защиты от слежения за полосой движения. Здесь две камеры ISI, которые видят в 3D изображение. Две камеры, подобно человеческому глазу, человеческому глазу, сканируют, анализируют ситуацию, могут распознавать это вплоть до дорожных знаков и так далее. Очень крутая система. Это в Subaru, на самом деле, среди японцев она точно самая лучшая и одна из конкурентных даже для немцев. Вот такой здесь люк, да, но он открывается на все, он большой, огромный. Моё любимое украинское небо над головой. Вот, я хочу, чтобы никому не позволяли там летать, кроме украинцев. Я имею в виду военное время. Климат-контроль. Смотрим. Климат-контроль у нас вот. Он получается у нас, да, однозонный. Дальше, дальше, дальше. Хотя, честно говоря, ну, я крайне редко чувствую необходимость в двухзонном климате. Разве за исключением того, что случайно можно нажать кнопку, и оно только больше раздражает. Так, ладно, включили авторежим. 70 фаренгейт. Вот, мультимедиа, камера заднего вида, вот такая вот с проекцией, с подруливалкой. Видите. Разумеется, кнопочка старт-стоп. Здесь у нас есть электроручник. Ну, это автохолд. Чтобы машина вперед-назад не откатывалась, когда нам это не нужно. Ну, X-мод система. Здесь есть нормал режим. X-мод так включен. Здесь я его на мониторе показываю. Мы можем здесь же этим же джойстиком отключать вот систему стабилизации. Я отключаю, если нам что-то нужно где-то побаловаться. Или нормал режим. Ну, а нажатием, отжатием мы X-мод включаем и выключаем. И, кстати, на этом мониторе тоже сразу же все в цифровом виде рисуется. Подарив сидений, сказал, не сказал, не помню. Состояние салона, ну, разумеется, состояние салона здесь новое. И никак иначе. Абсолютно новое. С конвейера она сошла в сентябре 2020 года. Модельный год у нее 2021. В Америке была 2021, но на нашей таможне стала 20. Вот, кстати, нашел еще ее брошюру с салона. И здесь Вин-код. Ну, там какие-то указанные, я так понимаю, здесь комплектации. Там что-то в прайсе, наверное. До попцы. Здесь у нас 2021 год выпуска. Субару Форестера, Вин-код. Это Вин-код и десятый символ. Вот это буковка М, тут если не ошибаюсь, она обозначает 2021 год. Вот. Но у нас в Украине по шильдику, потому как собрана она на конвейере, ставится год выпуска и растамаживается на 20. Я об этом тоже отдельно много рассказывал. Самое смешное в этой всей истории. Вот ее прайс был в салоне. До попцы там какие-то. Самое смешное в этой всей истории, что у нас, когда бывает, приезжают автомобили с поврежденной дублирующей таблички, вот там на стойке. Код ставится так, как машина по таможне пришла. Если она пришла по таможне 2021 годом из штата. Таможня ставит 2021 год и МРЭО регистрирует 2021 год. Ну, а так вообще по шильдику берут и меняют год. Вот у нас здесь календарный, то есть конвейерный. Даже в этом немножко есть абсурд. Поехали дальше. Так, по заднему ряду сидений, разумеется, все так же хорошо. Все новое. Кстати, здесь прикольненько, когда вот зашито пластиком, чтобы не царапали каблуками. Есть два зарядных гнезда для гаджетов. И насчет пространства и простора на втором ряду сидений, это здесь просто можно обалдеть. Ну, здесь просто круто. Места в Форестере предостаточно, даже в предыдущем поколении было много. И здесь вообще посадка удобнее, сидения чуть-чуть лучше сделали. Ну, и место вот у меня РУС-193 метра. Обратите внимание, я сижу сам за собою. То есть я готов ехать вот на любые расстояния в таком автомобиле. Электропривод багажника в этом поколении Форестера, в отличие от предыдущего, просто максимально быстро и круто работает. Есть резиновый ковер оригинальный. Под ковром есть чистый ковролин. Здесь огромнейшая корыта, в которую мы можем раскидать вещи повседневной необходимости или освободить просто место в багажнике от того, что болтается и мешает. Здесь все в заводском наборе. Включаю отвертку. Вижу, что все на месте. Болонин, домкрат, крючок, ручка, все есть. Все девственно чисто. Спасибо за чистоту Detailing SM нашему Сергею. И шторка. Хоп. Значит, дальше. У багажника мы можем здесь его просто закрыть, а можем сразу закрыть центральным замком, если нам необходимо, чтобы машина уже закрылась, и мы ушли спокойно. Закрывается он так же быстро, как и открывается. Круто. Тут они уже догнали БМВ, все быстро. Без красивых ракурсов и планов я просто пройдусь с вами по лакокрасочному покрытию, чтобы вы максимально подробно могли все вот увидеть. Я замечаний поистине нигде не нахожу. Вот. Крышу пройдусь. Покажу. Все хорошо. И вот. По борту. Диски вроде тоже все в аккурате. Какой-то маленький, тут чуть-чуть на пластике. Царапинки есть. Кстати, они у них очень царапучие, между прочим. Даже и на целых машинах. Ну, маленькие. Смотрите, не очень сейчас располагаю временем полными широкоформатными обзорами заниматься. Скажу лишь одно. Автомобиль прекрасен. Два таких Форестера у меня в обзоре было, 19 и 21 года. Я о них много рассказал, поговорил, потрогал, пощупал, в горки поподымался. Многое рассказал. Вот здесь сейчас на это сильно времени, честно говорю, нет. Вот система старостоп-фореста сработала. Здесь в Форестере хорошая опция. Автомобиль новый. Ну, прямо скажу, новый. Детали все оригинальные, сделаны все качественно. Если он вам нужен, то просто милости просим. Жалеть вам точно не придется. Поэтому, краткое хорошо. Все здорово, все мягкое. Он удобный. Он лучше, чем предыдущий Форестер. Он комфортный, широкий, мягкий. Ну, все в нем сочтено хорошо. Передом, класса держит дорогу. На голову выше. Все, все по моим оценкам, по сравнению с предыдущим поколением. Поэтому, приезжайте. Набирайте. Будем общаться. Все мира, а нам перемоги. С Богом.